Всем привет и слава Украине! Передача «Новости Сокоргаза» продолжает свою работу. С вами я, Ела Васадзе, и сегодня у нас традиционно все мутает Украина с хорошо знакомым и любимым нами Романом Симболевым. Приветствую, Ром. Очень рад вас видеть. Ела, здравствуйте! Сокортвеллс до Украины Гоумар Джоз, что в переводе практически героем славы. Ром, интересная была неделя, причем я всегда говорю, что когда мы берем недельный обзор, то мы часто забываем то, что было дней пять назад. Нам это кажется очень далеким. А между тем, на этой неделе, на прошедшей неделе, были удары по Москве. Москва-Сити — это все было на прошлой неделе. Представляете, покажется, как давно это было. Действительно. Это потрясающе. Вот потрясающие удары по Москве — это само по себе потрясающе. Я имею в виду, как по-другому начало течь время. То есть, я не знаю, разделяет ли эту опцию наши зрители. И это связано не с возрастом. А то тут сейчас некоторые скажут. Тут два пердона собралось. Но иногда... Ну, хвата еще далеко до пердона. Да, но я имею в виду, что то, что вот событие, которое, с которым ты столкнулся с утра, вечером, оно кажется уже настолько далеким. И если мы говорим про удары по Москве, то, конечно же, это, во-первых, колоссальное достижение и украинской военно-технической мысли, и крутой результат. Еще раз. В игру, которая называется «Война», можно играть вместе. И мы это делаем. И да, это, кажется, было очень-очень давно. И если уже говорить об этом, то у нас же ситуация, она же такая комплексная. Мы же не только по Москве фигачим. Мы фигачим по военным объектам, которые ранее были недосягаемы. По военным кораблям, по... Вот там вот этот вот танкер СИК, почти как ЗИК. Это отдельная тема, которую мы... Да-да-да. Да-да-да. Но я просто к тому, что там начали орать, ой, гражданское судоходство. Во-первых, это корабль обеспечения ЧФРФ, это первое, который обеспечивает сирийскую группировку. А там, где сирийская, там и крымская. Вот. И это тоже кажется, что это уже было достаточно давно. Потому что последняя новость, она... То, что начали хворать массово мосты на оккупированных территориях. Ну и да, и россияне тоже наносят тут страшнейшие удары. И это все... Это все смерть, смерть и смерть. Вот Карлсоны к ним... Украинские Карлсоны к ним будут прилетать. И это уже очевидно. И они уже об этом знают. Кстати, очень интересно Песков сказал, что они потом... Ну а что вы хотите? Мы делаем все, что можем. То есть он практически признал свое бессилие. Хотя в свое время, в этот период детства, молодости, нам внушали, нам еще тогда был Советский Союз, что в Москве система три кольца. Вот все города Советского Союза пострадают в случае ядерной войны. А вот Москву защитят, и потом Москву защищают. Ну, я не знаю, какая у них там была система три кольца, но в беспилотнике Карлсоны, они летят и влетают в окно. Причем влетел в окно Министерства экономики Карлсон без боезаряда. Он просто влетел и взорвался там. Показав, что... Ребята, а мы могем. Мы могем еще не то. Точно без боезаряда? Я к тому, что одни БПЛА, сколько там, до 20 килограммов взрывчатки, свалить башню Федерации достаточно проблематично, но пошатать башню можно. Ну а далее как бы... Несколько раз же влетало. Вот один из, который в Министерство экономики именно влетел, он летел без боезаряда, просто показали, что он морел. И ну там, где-то в каком-то выгорел, ну от пожара. Это естественно. Меня немножко не то, чтобы удивило, удивить меня можно только приятным уже давным-давно. А меня криво улыбнуло заявление вдруг, заявление из ООН, которое прозвучало, что-то типа того, стороны должны воздерживаться от атаки на гражданские объекты. Но Министерство экономики это не гражданские объекты. Это раз. А во-вторых, ну если бы ООН делала бы заявление каждый раз, когда атакуют гражданские объекты, даже без учета атак на гражданские объекты на линии фронта, я имею в виду за линии фронта, тогда бы они делали бы, не переставая все время. Но таких заявлений нет. То без учета вчера два дня... Гела, так а почему? Ну потому что убивать украинцев это уже вроде как не новость, и делать заявление поэтому скучно. А когда прилетает в Москву, то это пока еще новость. Но ничего, наступает момент, когда это тоже перестанет быть новостью, и все скажут, ну а чего? Ну и плюс, если уже говорить про ООН, там же есть фамилия у этого человека, и кто он. Он не представляет эту организацию, и вообще сама организация объединенных наций, она немножко сложнее устроена. Если у тебя есть пропуск в это большое здание в Нью-Йорке, это не значит, что ты говоришь от имени ООН. Поэтому я сказал «Избоу». Звучало «Избоу». Это важный момент. Ну, про прощение, не считая вчерашнего и сегодняшней ночи, 65 ракет, 178 ударных тронов, из них 87 шакетов. Это информация президента. Поэтому за одну неделю. Поэтому о чем идет речь? О чем можно говорить? И дело, вот тут вот как раз этот вопрос. А где этот представитель сраный из ООН? Где он? Где его язык? В каком месте ниже спины? Где он? Я что-то его не вижу и не слышу. Поэтому, ну, слушайте, там есть еще вся эта масса вот этих вот организаций, которые за мир во всем мире. Типа «Human Stress Watch» и так далее. Ну, давайте я... Они есть. Есть они, есть мы, есть враг. Тут, по-моему, все четко и ясно. И... Черчилль, по-моему, сказал, если кидать камень в каждую собаку, которая на тебя лает, то ты не пройдешь путь. Ни в коем случае не пройдешь неуважаемой организацией. Но так просто вспомнилось. Я думаю, что в нашем случае надо цели четко сегментировать. Просто собак не хочется обижать. Но собаки тут ни при чем. В войне все очень просто. Убивая врагов и наносить удары по гражданской инфраструктуре, как делают россияне, это как минимум нецелесообразно с военной точки зрения. Ну, просто это не добавляет решению главного вопроса. Поэтому нам надо убивать российских солдат. Ну, и офицеров, и генералов. Ну, и бункера это касается в том числе. Генералов лучше, а про собак это не мы, это Черчилль. Поэтому по зрителю нас простят, если что. Поймут правильно. Ну, и вот к войне на море. Я бы сказал так, что... Да, это очень здорово, что начали наносить такие удары. Но здесь опять коренное изменение ситуации. Впервые Украина сказала о том, что шесть парков российских являются небезопасными для судоходства. И показали это. И показали это. То есть до недавнего времени было абсолютно очевидно, что вот Россия, Россию можно, потому что она может. И вот, в итоге, оказалось, что и Украине можно, потому что можно. В итоге, что мы имеем? Какую картину мы имеем? Опять играем в четыре руки? Только Украина играет лучше? Ну, насчет лучше я бы... Хорошо, более эффектно. Так вот, вы же понимаете, Гела, тут надо продолжать. Вот и все. Это же, понимаете, это как с ударами по Москве. Единичными такими действиями война не выигрывается. Но то, что никто им Черное море не отдаст, это ясно и понятно. И еще вопрос, кто больше потеряет на этом. Ведь вот это вот объявление этих шести портов, в первую очередь, самой важной там Новороссийской зоной боевых действий, это включает вот этот вот режим страховки, стоимость суден, проход в этот суда. Если они объявили опасными наши порты, то мы сделали аналогичную ситуацию. Поэтому российские военные корабли надо уничтожать вместе с командами. Это вообще понятно. Там в части танкеров тут надо подумать хорошенько, чтобы, ну, во-первых, если разольется нефть, то Грета отвернется от Украины. Потому что и в Грете, и многим таким людям, им рыбы важнее людей. И, может быть, они имеют право на такое мнение. Но обычно, когда люди сами сталкиваются с такой ситуацией, как мы, то все равно жизнь человека ставится выше. Вот. И плюс колебания цен на нефть. Не факт, что это пойдет глобально нам на пользу, потому что это, ну, мир глобальный. И тут надо все время думать в этой части. А зерновозы надо с украинским зерном, которое они украли, топить надо вообще даже без каких-либо тут этих мыслей. Вместе с командами. Потому что рыбы, чтобы они росли жирными и большими, они должны есть не только зерно, но и моряков российских. По сути дела получается такая картина, что Украина уже ответила на отказ России о зерновых сделках. Что касается нефти, нефть же является главным российским экспортным товаром. Все почему-то говорят о газе. Газ – это такой синтетивный товар. А нефть – это то, с чего бабло они получают. Большую часть бабла они всегда получали от них. Да. Поэтому тут очевидно. Но как причудливо действительно тасуется кололокар, Россия сама себя загнала в руку. Ну вот, если бы была бы только Грузия, не было бы Украины, понятно, Россия себя чувствовала бы более-менее комфортно. Но вот если бы не была бы Украина, была бы Грузия, тогда Россия себя чувствовала бы комфортно. Если бы не было бы конфликта в Украине, она себя и чувствовала комфортно, то тогда что вспоминала. А тут получается еще и обратно. Новороссийск сам по себе, он так или иначе закроется. Закроется, во-первых, он под санкциями. Ну, а во-вторых, даже вот от серого флота очень серьезно возрастут. Как минимум, издержки уже возрасти, издержки, потому что страховщики понимают, что когда судно может получить в борт небольшую пробоину беспилотную. Два на два. Да, ну, учитывая размеры судна, ну, что это? Ну, да, небольшую. Небольшую пробоину. С этим судом уже ничего нельзя сделать, только в сухой док, а сухих док, насколько я понимаю, в России маловато. Это первый момент. И вот, значит, на протяжении 15 лет Россия блокировала через свою агентуру, через все, постройку порта Анаклия. Это аналог и конкурент на в Российском. Россия не шла ни на оккупированную территорию, поэтому никакой железной дороги через Абхазию речи не идет. И вот сейчас они вдруг договорили о том, что, ребята, давайте откроем все дороги. Есть такой Денис Гончар, и мы с моими друзьями прикалываемся. У нас есть, у меня есть близкий друг Миша Гончар. Центр стратегии 21. Замечательный человек, блестящий эксперт абсолютно и так далее. И вот мы говорим, вот плохой Гончар есть вот этот Денис, не путать с этим, он ему даже не одна памилица. Так вот, он заявил, что давайте, говорит, откроем все дороги, и надеются они на то, что откроется она, и вот так вот они спокойненько перенаправят все грузы. Ну, я очень сильно надеюсь, что обломится, и, по-моему, всего прочего, это вариант года 3-4 именно это потребуется. Подождите, подождите, я не понял, речь идет о дороге через Абхазию? Да, да, не, они не просто через Абхазию, они хотят открыть, чтобы Грузия открыла дороги через Абхазию, как автомобильную, так и железную, а еще через Хинваль, что у нас было там. То есть, речь идет о полном унижении грузинского народа и грузинского государства. То есть, причалить к русскому кораблю было недостаточно, и, то есть, это я так на будущее моделирую возможности. Ну, я скажу так, что у них в планах, что они хотят? Они говорят следующее, ребят, вас все равно обвиняют в том, что пророссийские. Так станьте пророссийскими, давайте на практике что-нибудь сделаем, а не вот эти все кораблики, самолетики и так далее. Вот на практике, вот на практике это стратегическая штука. И я тут боюсь, что у меня для российских товарищей плохие новости. Потому что, да, сегодня в Грузии политическая, внутри политическая ситуация достаточно устойчивая. Но после вот такого, все это превосознают, она перестанет быть устойчивой. И все это видели. Это даже не законно был на аргентах. Это гораздо хуже, и власти это прекрасно понимают. Тем не менее, русские будут пытаться пробить, потому что для них это очень важно. Для них важно, почему? Если они это пробьют вдруг, не дай бог, конечно, получится, что им не нужен абсолютно мир между Азербайджаном и Армией. Они могут поддерживать там войну. Им не нужны никакие... Вот у них будут три коридора. Причем один железнодорожный. Для связи с Турцией, для связи с Ираном. А это для них самое важное. Но я же говорю тут. Они сами же сделали так, чтобы этого никогда не случилось. Поэтому этого никогда не случится. Я абсолютно уверен. Кстати, у нас сейчас... С 2008 года столько лет прошло. Как раз 7 августа российские войска... На самом деле, вот эти споры, когда начались... Не споры, а вот это... В Грузии говорят 7 августа. Говорили... Эти власти говорят 8 уже. А в России говорили 8 августа. Но на самом-то деле... Они не имеют значения, потому что военные действия Россия начала гораздо раньше. Уже 4 августа отбили в Джавский район войска российские. Я спрашиваю... Гела, давайте просто напомним. У нас в Украине далеко не все это помнят. Потому что перед Москвой моя последняя командировка была как раз в Грузии. Вот в районе 2008 года. Так я же контекст очень хорошо помню. Вот если почитать новости просто информагентств... Значит, линия разграничения или линия фронта... Значит, уровень боев, которые продолжались там... За последние... Это же шло по экспоненте. Все выше и выше. И... Как это... Как говорил наш президент перед избранием... Постреливали немножко. И до вот этих вот временных дат, которые вы назначили. И война, она не началась вот так вот раз, и все, и мы воюем. Это было целенаправленное движение российского государства. Они шли на эскалацию войны, конфликта. Они этого добились. Это правда. Настолько подстреливали, что два грузинских села... Это до 8 августа все было. Стерли... Конечно. Я уж об этом и говорю. Просто стерли. С земли, кроме всего прочего. Да, с июля месяца. С второй половины июля они начали активное боевое действие. Вот о комиссии Тольевини, когда идет речь, да? Когда начали говорить о том, что комиссия Тольевини сказала, что Грузия начала боевое действие. Да ничего подобного. Люди не читали доклад о комиссии Тольевини. У нее было очень хитро по-язуицки написано. Активную фазу боевых действий начала Грузия. То есть, когда уничтожались эти силы, это не было активно. Когда убивали... У нас шесть миротворцев, а у них был татус миротворцев, миротворческого батарея, были убиты до 8 августа. Шестеро. Но это, конечно же, не считается. И так далее. Конечно же не считается, потому что в сознании таких вот многих европейцев, которые пишут документы по стандарту BBC, это называется... В журнализме нас такому говну учили, когда надо, чтобы две стороны было. То есть, если вот зафиксировалось 8.08, то, что было перед этим, никого не интересует уже. Ну, так не пойдет, ребята. И еще раз, вот эти вот... Частенько этим страдают вот эти вот... левые организации на Западе, которые очень сильно страдают от капитализма на Западе и борются за права всех и вся, и почему-то частенько получают и бабки из России, и ничего не зная о России, они думают, что там интереснее и лучше. Но, ну, слушайте, количество тупых на планете всегда было очень большим, даже с высшим образованием. Нет, да. Там доходит до маразма. То есть, Международный уголовный суд признает вину России, ответственность России и так далее, но только после 8 августа. До 8 августа, типа того, ну, шахтеры, трактористы, как у вас, так и у нас. Хотя там были регулярные российские войска. Вот так вот. Я вообще думаю, что эта война, она... Конечно же, жертва, конечно же, ужас, конечно же, бомбардировки городов. По масштабам не сопоставима с Украиной. Ну, один день, можно сказать, войны в Украине, то один день войны в Украине иногда бывает больше, чем то, что было в Грузии. Ну, и масштабы в Грузии, конечно же, поменьше, чем в Украине. Нет, дело, давайте тут проговорим. Это же важно. То есть, если ложится большой кремлевский прибор на правила и международное право, ну, так о чем тогда говорить? То есть, размер трагедии может быть разный, но последствия, как это, основа всегда одна. Ну, в данном случае российский нацизм. И тут еще один очень важный момент, который я хочу подчеркнуть. Смотрите, на самом-то деле, если бы тогда была бы реакция международного сообщества, реакция тех же Соединенных Штатов, коллективного Запада и так далее, ну, хотя бы на 10% от того, что есть сейчас, на 10%, никогда бы не было буквально. И все эти люди остались бы в Украине. Другого западного мира у нас нет. Поэтому, опять же, суровая реальность, с которой приходится считаться. Да, увы, другого западного мира у нас нет. Хотя, когда говорят про западный мир, я всегда помню, что 66,2 миллиарда долларов за годы с лишним войны Соединенные Штаты оказали помощь в Украине. Конечно же, это надо оценить. Дело не просто оценить. Давайте скажем так, прямо, без участия США в том виде, как они участвуют. Они участвуют в первую очередь в создании антироссийской коалиции. У нас тут уже перевешали бы всех давно. Давайте, ну, это, еще раз, это факт. Это математический факт. У нас тут ни боеприпасов уже не было бы, ни артиллерии не было. Слушайте, я тут, вот, военную тайну вам открою. Значит, я тут с нашими парнями общаюсь. Выяснилось, что Украина перестала использовать пистолеты ПМ. В основном у нас там всякие там ГЛОКи, Зигзауры, ЧЗеты и так далее. Одна из причин – нет патронов к ПМам. Ну, то есть, если учесть, что на этой войне так сильно с пистолетом во врагов не стреляли, просто это понимание, до какого уровня мы довоевались. Тут уже не будет, вот, знаете, как он… Потому что нет боеприпасов. Все с колес. Да, понятно. И что США? США – это США. А Германия же проснулась и помогает, и все, более того, вот, Deutsche Welle писал я, ряд влиятельных политиков правящей коалиции, вот, СДПГ, впервые призвали правительство Германии поставить Украине современные немецко-шведские ракеты Тау. Напоминаю, что это крылатая ракета. То есть, когда мне говорят дадут, не дадут Украине что-то, я всегда говорю дадут все, к сожалению, запаздывают. Дадут все, но не сразу. Я полностью эту вашу позицию разделяю. Ну, это очевидно. Даже потому, как начали мосты хворать. Ну, значит, все нормально. В двух словах о мостах. Что касается мостов, когда увидел эту новость по поводу обстрела Чангарского и Генетического мостов, я подумал, ну, сейчас у Украины, и дадут все. Сейчас у Украины достаточно боеприпасов, но нужно больше. А если будет очень больше, вот в конечном итоге, ну, разрушат эти мосты полностью. То есть, не две ракеты туда полетят, а 20 ракет, и ничего от них не останется, от этих мостов. Потому что ракеты точные. Не два дрона будут бить по Новороссийскому порту, или там Керченском проливе, а 20-50 дронов. И все, и на этом войну... А, ну, еще и не забываем наш любимый Крымский мост. Дело, видите, тут у нас же, у Украины, при всей вот этой вот благодарности западному миру, есть вот это вот, как бы, ну, мы же на войне, и нам действительно хочется, вот чтобы это было все вчера. И масса народа, и я в том числе, то есть, я могу найти объяснение этому, как бы логичное, но внутреннее я все равно с этим не соглашаюсь в том плане, что, ребята, вы сюда уже сотни миллиардов инвестированы в эту войну в разных видах, и надо их добивать. Просто нужно переходить вот качественно к новым системам поражения, которые приведут к уничтожению российских захватчиков, без непосредственного столкновения наших парней с орками. Вот этот вопрос, он, как бы, в украинском обществе остается открытым. То есть, опять же, эти все истории с самолетами, дальнобойными ракетами, и очень смешно, когда российские эксперты рассказывают нам о том, что Запад экономит на Украине на боеприпасах. И эти же люди рассказывают, что они ведут войну с НАТО. То есть, ну там вот, я тут зацитирую, значит, Штаты передали 5% от имеющихся установок Хаймарс в Украине, и 2% от установок МЛРС. То есть, это, мол, они так действуют на нас, чтобы мы расстроились, и подумали, что нас все предали. Только возникает вопрос. Ребята, российские идиоты, вы вообще понимаете, кто против вас? Если вас поставили, извините, за приматураком 5% Хаймарсов, это 20 машин, по-моему. Я точную цифру не помню. Наверное, побольше, но не важно. Ну, факта стоится фактом, что Ллойд Остин таки прав. Можно лучше и больше. Даже более того, нужно лучше и больше, и нужно лучше и больше не только по части оружия, хотя по части оружия это очень важно, но и по другим частям, потому что понятно, что Москва, попав в очень сложное положение, они достаточно креативят. То есть, на среднем уровне у них остались люди с мозгами, которые чисто технически работают, ищут выход из ситуации. Один из этих выходов, это слово у меня уже паразит, экосистема России. Они выстроили экосистему, экосистему выживания в условиях международной изоляции и санкций. И вот тут очень интересно, мы на мягких лапах подобрались к встрече в Джинбе, в Саудовской Аравии, потому что многие называют, и справедливо называют, это встреча глобального юга с коллективным западом по обсуждению ситуации в Украине. А я бы назвал бы еще эту встречу, встречу, когда коллективный запад объясняет глобальному югу. Ребята, вы, конечно же, зарабатываете деньги на этом, но для того, чтобы у вас не было неприятностей, давайте найдем какие-то общие взаимоприимлемые решения, чтобы вы зарабатывали, но не на этом, а на чем-то другом. А России так сильно не помогали. Что вы думаете об этой встрече? Это абсолютно крутая инициатива президента Украины. Это очень важно. Там вот разные американские газеты пишут о том, что, мол, Украина там согласилась на переговоры с Россией до вывода войск, ссылаясь на источники, наши там что-то опровергали. Смысл не в американских газетах, а в самом раскладе. Вообще в переговорах нет ничего плохого. И переговоры даже с российскими «Свинка, собачка, триколор» по некоторым опциям они ведутся до сих пор. Например, обмен военнопленными. Мы же ведем переговоры, ведем. История как раз прикольна тем, что вопрос, как бы это сформулировать? Вопрос ставится так, что мир, планета, люди с разными подходами к жизни, они начнут рано или поздно все транслировать одну простую вещь. Россия, не валите с Украины, потому что это общая мировая проблема. И то, что на эту встречу приехали такие друзья, как Лихуей из Китая, там была Саудовская Аравия, Австралия, Аргентина, Бахрейн. Это я перечисляю только страны, которые не входят в антироссийскую коалицию. Бразилия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Южноафриканская Республика, Республика Корея, Союз Коморских островов, США, ООН, и далее со стороны НАТО и Европейского Союза. Я при всем к ним уважении специально их вынес за скобки, потому что их позиция и так понятна. И это мероприятие очень правильное о том, как наладить жизнь на этой планете в рамках взаимного уважения. Мы все хотим зарабатывать, не все обязаны правильно относиться к Украине или любить нас. Не все обязаны не зарабатывать на этой войне. Есть масса моментов, которые украинскому уху не понравятся. Но глобальный тренд такой, что россияне валите в Россию и живите там как хотите. И самое главное, видите, все страны, которые приехали на эту встречу в Джуде, простите, в Джиду, они не разделяют посыл Путина. Мы все в рай, а они все сдохнут. То есть люди хотят созидать. И это главное. Поэтому мы будем исходить из того, что россиян будут далее давить и им скажут, что навалите с Украины. Вот. Интересно. Интересный рассказ. Там же был Китай, там была Индия. И я пробежался. Я, конечно, смотрю западную прессу, но я периодически смотрю и прессу восточную. Есть такая газета Global Times. Вот она готовя. Китайская. Китайская газета. Это же Минджи Бао, только на английском языке. Фактически, это газета Центрального комитета по партии Китая. Так вот, очень интересно они там посылы давали, типа того, что, мол, смотрите, вот глобальный юг, он обеспечил свою дипломатическую, стратегическую автономию на фоне украинского кризиса. И пошел по серединному пути, чтобы ускорить свое восхождение в качестве новой силы в мировой политике. Это не про себя любимых. Ради бога, мы же не против. Про себя любимых. Они говорят о том, что была война в Украине. Это поверхностный конфликт между Россией и Украиной, но на самом деле стратегическая конфронтация между Россией и США. Да, куда он подходит. И, мол, типа того, и это самый важный момент, односторонние санкции, введенные против России, США и Запада, привели к серьезной экономической катастрофе для стран третьего мира, то есть для стран глобального юга. С этим совсем можно как бы напрячься, когда они такое пишут. А я бы не напрягался, я бы по-другому посмотрел на это. У ребят серьезная экономическая катастрофа. Кстати, объемы покупок российской нефти снизились до объема довоенных. Гутихин рассказал. А почему снизились? А все очень просто. По трубопроводу можно поставить то, что можно поставить, то, что и было. А оказалось, что через тот самый, поминаем, поминаемый нами в Суи много раз в России нефть достаточно дорогая получается. Как там за морем, подушка копейка. Перевоз дорог. Поэтому китайцы, кстати, как и индийцы, они свое уже взяли в смысле того, на первом этапе пеночки сняли. Ну, а сейчас вот это. Правда, Китай, говорят, там России не было. Ну, Китай там озвучил позицию России. Давайте займем конструктивную позицию и сейчас же прекратим огонь. Ага, шанс. Только шнурки погладим и прекратим огонь. Не заморозим ситуацию. Там сразу же сказали, что не говорите глупости, это заморозить ситуацию вообще. Но китайцы все понимают. Они это сказали. То есть, китайцы все прекрасно понимают. И о серьезной экономической катастрофе это разве есть сказать? Они сказали. Так ведь? Отсюда вывод. Китайцам тоже будет надавить на Москву, чтобы они начали делать какие-то жесты доброй воли. что ли? Я прекрасно понимаю, что да, у России большие ресурсы. И всегда мне говорили Гел, ну ладно, на нас у них сил всегда хватит. Но есть и обратная ситуация. На Россию США и Западу сил всегда хватит. дело если учесть, что они еще даже не начинали. Я имею ввиду чисто экономические вещи и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что у меня определенный оптимизм от встречи в GDA есть. Кстати, пока я не знаю, может быть, будет еще что-нибудь такое аналитическое, но пока что я видел у турок, турки чисто информационно, просто-напросто пошел туда, сделал это, сказал это. Все. То есть такое впечатление, что турки в этой песочнице не хотят играть первую роль, они хотят быть особенными. Но турки есть особенные с их зерновой сделкой. И я думаю, что продавят турки будут давить на Путина по поводу зерновой сделки, хотя я считаю, что Украине невыгодно, чтобы Россия заключала зерновую сделку. Мне кажется, надо вопрос ставить немножко по-другому об открытии свободы прохода торговых судов. Вот так надо ставить вопрос. Это что, опять эти собаки, извините, не хочу обижать собак, свинка, собачка, триколора, они будут рыскать по нашим судам, что-то тормозить торговые процессы, блокировать это, когда будут создавать искусственные очереди, они будут заглядывать в гальюны, это я не шучу, смотреть, сколько дизельного топлива и всякого такого. Нафига они нам нужны эти тут мат-мат-мат временно агрессивные российские соседи. То есть я здесь с вами полностью согласен. Вопрос надо ставить по-другому. Именно таким образом, что море оно общее пока. Ну а после разрушения Новороссийска гляди-гляди, может быть что-то по-другому. Не совсем вообще. Ну что, мы с вами прошлись по основным моментам, которые были, в общем-то, думаю, достаточно у нас есть поводы для оптимизма. Только так. Абсолютно верно. Слушайте, если бы давайте Гела последняя ремарка. Вообще-то российские оккупанты последний год в обороне. Так, там понятно была у них операция в районе Бахмута, но глобально не в обороне, причем не только на линии фронта, а и по-другим, и в дипломатической, и в экономической, и так далее, и так далее. Везде в абсолютной обороне. Ну, сейчас они в районе Дамсватова наверху пытаются что-то делать, но именно пытаются, и ничего у них не получается, и ничего не получится. Поэтому все будет у Украины. Верим в ДСУ. и слава Богу. Героям слава, спасибо, Гила. До встречи на следующей неделе. Спасибо, дорогие друзья, что были сикотистами. Субтитры создавал DimaTorzok.